Привет, ребят! Бактал Иссурген, с нами группа Poison Stars. Ребят, уже который месяц я на тур длится. Впечатления от всего вот этого? Самое, что у нас есть. Пока что самые острые. Наверное, впечатления всегда будут разные, потому что в процессе того, как мы приедем домой, немножко разберем, посмотрим на себя со стороны, на все, что мы сделали. И то, что нам еще, в общем-то, предстоит делать, тур еще не закончен. Мы пока закончили только такую львиную долю, но у нас еще есть южный блок, который все равно мы, естественно, отыграем, но не менее жарко, может быть, даже еще жарко, потому что у нас еще день рождения группы отмечать в городе Краснодаре. 23-го числа? 24-го числа. 23-го день рождения, да, 24-го. 24-го мы его отмечаем, как говорится, в городе Краснодаре. Может быть, в туре какие-то проблемы случались? Или вот что-то такое самое негативное, что запомнилось из туры, который вот прошел уже? В туре случается много всего негативного. Ну, такой же самый запоминающийся. На самом деле, самым запоминающимся всегда остается это, ну, например, когда ты приезжаешь и понимаешь, что организация в клубе не соответствовала тому, что как бы была, и это очень сильно положится на подготовку. Мы, если уж так говорить, мы приехали в город Огнинск, да, и первое впечатление, с учетом того, что, ну, как бы местные организаторы, ну, не были готовы, ну, по многим причинам, но было развернуться и уехать. Но мы вот стали кругом, мы увидели публику, люди стали приходить и поняли, что, ну, как, как можно уехать, когда люди приходят. Поэтому неважно, берешь на себя обязательства, ставишь, настраиваешь, делаешь это хорошо, выступаешь, именно потому что люди тебя приходят слушать. Поэтому это, наверное, запоминается больше всего. Как раз тур, помимо сольных концертов, идут трибюты к Линкен Парку. Это еще было до того, как ушел Честер, после его кончины. Как начали люди относиться? Был ли вот этот негатив, который льются люди говорили, типа, вот вы на этом хотите, короче, просто подняться? На самом деле, да, были некоторые такие моменты, то есть были люди, которые считают, что мы, как бы, там, типа, хайп, пытаемся какую-то сделать из этого. Ну, на самом деле, мало того, что мы больше двух лет уже занимаемся трибютом Линкен Парк, то есть задолго до того, как Честер покинул наш голубанный мир, вот. И, во-вторых, как бы мы начали даже тур формировать, как бы, задолго до этого еще, то есть весной. Брат, ты был сформировал, ну, вот, как думаешь, кто, кто? Ну, вот, зачем вот люди вот тут, ну, такое мнение, вот, скажу, и так группе? Ну, просто, не знаю, язык чешется, хочется чего-то, да, плохое описание. Ну, есть музыканты, есть категория музыкантов, то есть от этого никуда не деться люди, которые, как мы говорим, мы комнатных музыкантов, то есть я никого не хочу этим обидеть, на самом деле это правда, то есть люди, мы предлагаем вместе с нами прийти и вспомнить музыканта Честера, великого музыканта, великого, собственно, композитора, человека, который сделал очень много для того, чтобы все мы занимались этой музыкой. Мы не говорим о том, что мы хотим чего-то большего, мы же не пытаемся подвинуть в план. Мы говорим о том, что мы Poison Stars, мы Poison Stars отдаем честь и уважение этому великому музыканту. Есть люди, которые почему-то считают, что мы таким образом. Зачастую это зависть. Банальное самое, что ни на есть зависть. Не надо завидовать, ребят, пожалуйста, никто не мешает сделать другим группам точно такие же вечера. Абсолютно. Мы будем только рады, если кто-то еще будет так же, как и мы, собственно говоря, нести флаг и вспоминать такого великого человека. А вот если с позитивной стороны взять этот вопрос, больше людей с того приходить на концерты на трибьюл именно? Нам сложно сказать, потому что мы еще не ездили в те города, в которые мы поехали, и поэтому это было бы, наверное, абсолютно неадекватно, если бы мы отдали какое количество было до того. Ну и можем отметить, например, мы были весной в Брянске и в Туле, мы видели такое же количество людей, как и весной до того, как Честер покинул. Просто некоторые города мы посетили впервые в этом Туле, такие как, например, Саратов, Пенза. Пензе, огромный респект, передаем привет нашему фан-клубу Пензе, которые очень молодцы, ребята. Как раз-таки насчет позитивных моментов, которые просто тебя поднимают вверх. Это единственное, наш первый самый концерт в Пензе, и ребята с Пензе собрались, у них там своя тусовочка, они сделали реально самый первый наш региональный фан-клуб. То есть они никого не спрашивали, они просто-напросто решили, что это будет так, и скинули, это было очень приятно. Мы не инициаторы создания, наоборот, нам было приятно увидеть, что это было сделано, что люди сами следят. Самостоятельно, да, они сами инициативу проявили, как бы, да, и сами это сделали, это очень приятно. Я считаю... Отсюда же вопрос, на ваш взгляд, какая публика слушает «Позен Старс»? Вы хотите увидеть некий наш идивизированный образ слушателей, что ли? Нет, просто, ну, у вас огромный дур уже прошел, там, больше 30 городов, если не ошибаюсь. Какая публика приходит на концерты? Ну, что это за люди? В основном молодые люди, девчонки, парни, как бы, вот, грубо говоря, от 18 до, там, 35, скажем так. Ну, конечно, бывает исключением, бывают люди более старшего поколения. Это иногда приятно. Да, на... Ну, когда у нас, допустим, ранние концерты, сейчас же нельзя посещать клубы, да, после 10 часов, по многим молодым. То есть вот у нас были ранние концерты, например, в городе Воронеж, да, и там были ребята вообще там 15-16-летние, и они пришли, просто нас разорвали на части, это было очень круто. Поэтому нельзя сказать, что у нас... Ну, есть какая-то вот прословка, да, конечно, возрастная, но, честно говоря, выделить как-то вот не получается на самом деле. Совершенно разные возрастные категории ходят на концерты. А вот в регионах как принимают группы? То есть Москва, Питер, это... Шикарно. Ну, лучше или так же... Да, ну, нельзя сравнить, потому что концерты все разные, и люди разные, и другие разные, и разные люди как бы. Ну, могу сказать смело, что прием в регионах не хуже, чем в столице. Тогда, опять же, вопрос. У вас на родине, на родине группы, вы выступали на разогреве у Deep Purple. Да, да. Каково это было, и как попали на этот разогрев, и каково вот было ваше восприятие, когда вот вы будете играть вот с такими легендами? Ну, на самом деле, там была такая история, потому что группе Deep Purple потребовался разогрев, и менеджмент группы совместно с музыкантами, они отсмотрели предложенную им группу из Краснодара, из Краснодарского края. И вот просмотрев там, видимо, прослушать музыку, посмотрев видео, они выбрали нас, я разогрев. То есть нам позвонили потом организаторы данного концерта, и сказали, ребят, ну вот надо собирать с Deep Purple. Какие были эмоции, когда вы будете играть на зале группы? Первое впечатление было, с нами прикалываться. Ну, да, да. То есть Deep Purple, точно могу сказать, что и у нас, и у меня, и у Ауна, у Deep Purple стоит список групп, с которыми ты мечтаешь выступить. То есть это как бы, то есть это однозначно отцена рока. Я вообще вырос. Но это на самом деле уровень, потому что даже многие музыканты, которые, грубо говоря, лидеры нашей альтернативной сцены, не выступали с такими легендами. Это, ну, на самом деле, это, во-первых, первое, на первое, это огромный опыт. Второе, на первое, это величайшее впечатление, потому что ты видишь отцов рока вот так вот рядом. Третье, это отрезляющий момент, которого многим не хватает. Ты когда понимаешь, что эти великие музыканты абсолютно простые, хорошие, теплые, душевные люди. Это просто меняет тебя. Как они о вас назвались, о вашей музыке? Ну, я могу сказать, что наше выступление смотрела большая часть... Ну, стилистика музыки у вас достаточно... Совершенно разная, да, и просто во время нашего выступления мы правили музыкантам из The Purple, стояли за сценой, наблюдали наше шоу, аплодировали в перерывках между песнями, но просто когда ты поворачиваешь голову, у тебя за сценой стоит... Стив Морр с Дома и Реду. Это даже Редуэр, когда их лопают себе между песнями, это, конечно, это стоит дорогого. Это вообще просто... Это немоверное ощущение. Это очень круто было. Это сердце из груди во Плеюре. Я по-моему, уже запел в взаимодействии с другими музыкантами. С Ана-Домини, вы очень хорошо дружите, может быть, какие-то в будущем совместные проекты будут? Ну вот сегодня мы сделали такой вот совместный концерт с Андреем Державиным, вокалистом Ана-Домини. Я считаю, что это очень положительный опыт. У нас очень здорово получилось, я считаю. Андрюха наш хороший дух, и он прекрасный вокалист. Я думаю, что впоследствии, если... Здесь же нельзя предугадать, то есть как бы, чтобы мы... А, давайте сядем, напишем песню, и вот там Андрюша, например, споет у нас, или там... Или ребята напишут песню, и там что-то у нас... А, Андрюша, я исполнял вместе с вами ваши песни. В дальнейшем, может быть, с кем-то какие-то задумки или планы именно вместе, совместный проект, или новый трек там написать? Мы не исключаем абсолютно. Мы не исключаем, не исключаем такого возможности, мы никогда не против интересных перспектив. Потому что это наши еще и друзья. Ну, если не брать Ана-Домини, может быть, какие-то... С другими командами надо смотреть, потому что есть просто кардинальное расхождение в понимании музыки. С кем бы хотелось бы? Да много с кем бы хотелось, на самом деле. Например? Ну, если брать наши сцены. Если наши, наши сцены. Ана-Домини, например. Ана-Домини, новые? Ну, в смысле, новые, те, которые сейчас есть. Да, я имею в виду, новые произведения, которые... Ну, в такой стихии... Ну, не знаю. Я очень... Я очень котирую, например, альбомы, вот новый. Просто мне нравится этот материал, он очень интересный, очень качественный. Ну, первый прям, вообще, да. Шкала. А из новых, может быть, городских новинок, какие-то, то же самое, Аматори, стигмат, может быть, новый альбом слышали? Слышали, да. Ну, выступали со стигматой, буквально, да. Как это было весной? Весной, весной, да, выступали со стигматой. Публика в Краснодаре, в Анапе отличается от, ну, грубо говоря, Москвы, Питера? Больше людей ходят на концерты? Ну, честно говоря, в Анапе вообще нет, как таковой музыкальной сцены, нет музыкальных клубов и музыкальных площадок, кроме тех, на которые ездят крупные эстрадные артисты, да. То есть там рок-сцена, в принципе, не существует. Вот. Мы очень-очень редко делаем там концерты просто для своих друзей, потому что наши друзья очень любят ныть, что мы не поедем в Краснодар или Нур-Российск это далеко, и вот мы там раз в два или в три года иногда делаем концерты в Анапе, чтобы там с друзьями потусоваться, как бы, да, и для них поиграть в музыку. Вот. Поэтому в Анапе это скорее такое, это больше, это наши домашние концерты, где мы расслаблены себя чувствуем и вообще напрягаемся. То есть до тура достаточно часто были трибюты к Линкент-парку и в сольные выступления Сержант Пепперс Бар это вообще один из самых лучших, я считаю, в России, как бы, клубов, да? Клубов, да? И наш самый любимый клуб без... Можно сказать, ну, как резиденты клуба. Да, это наш второй дом, потому что, как бы, туда приходишь, ты всегда себя чувствуешь отлично, это очень уютное место с шикарными профессиональными работниками, как бы, и там реально все круто. Публика у нас там тоже родная и ходит на концерты, очень стабильно и много людей, как бы... Вот, последний наш трибют как раз после трагической гибели Честера и Каинтона мы сделали сразу же имеющих памяти, сделали для людей бесплатный вход и вместе с администрацией сержанта Пеппер как бы, да, сделали это мероприятие. пришло неимоверное количество людей, я даже не знаю, сколько было. Да, больше, чем 500 человек, да, просто полностью весь клуб был забит, это было, это было очень травмоценно. Пусть пели песни, то есть, ну, наоборот, опять же, это 500 человек были, это пришли люди из-за бесплатного хода или все-таки... Нет, нет, не в коем случае, мы делали, мы делали вход, и обычно у нас по 400 человек приходило стабильно, то есть, нет, наоборот, это пришли люди, которые просто вот резко отозвались в чем-то, что это лето и было, ну, как бы, многие в отпусках где-то находились, то есть, нам писали огромное количество людей, которые говорили, что да, мы бы с радостью пришли, но мы там в отпуске еще где-то, и поэтому это просто, ну, скажем, эта трагедия, она, как бы, там, не хотелось бы объединяться из-за трагедии, но это факт. Но это факт, да, она объединяла очень много людей, мы с таким, поэтому все в этом смысле для нас культовый музыкант, клуб домашний, вот, кроме того, чтобы дополнить, как бы, Аман, мы еще, кроме этого, занимаемся концертной деятельностью, у нас есть другие проекты, то есть, Poison Stars, это наш, это наш ужасной, ной проект. Минтронное выступление по Дуле? Нет, мы с System of the Down, 3 Beauty, с Аманом играем, а мы, кроме этого, Аман играет других. Но это сайт-проект, имя у него есть, или это также по Дуле? Sugars, да, System of the Down Tribute Show, это под названием Sugars, ну, как по песне Шуга, а System of the Down. Опустим, в общем, печальные моменты с Честером, с сайт-проекты. На будущее, какие планы? У вас, в принципе, сейчас вот на наше ТВ крутятся клипы, может быть, дальше попасть в ротацию как-то радио? На самом деле, самый главный наш план, это дальше создавать музыку, играть для своего публика, который он очень любит. Это самое главное, ну, все, все деловые какие-то планы, это все. для музыкантов насколько важно, чтобы ваши клипы, ваши песни крутили на каналах музыкальных, на радио? Это важно неимоверно, потому что это же путь нашей музыки к слушателю, то есть, да, чем больше ротации, чем больше где-то накрутят наши клипы, вот, и больше людей узнает наше имя и нашу музыку и приходят на концерты, это же прямой путь к сердцу слушателей, как бы, да, и мы всегда за, если у нас какие-то те же самые интервью или какие-то там презентации там, нашей музыки, мы с удовольствием разрешаем и участвуем во всех, во всех мероприятиях, какие только вот попадаются. Самым главным моментом просто подытожить, что работа музыканта правильно, она состоит именно в том, чтобы писать музыку, играть музыку, делать это хорошо, делать от чистого сердца. Естественно, мы начинаем работать и сотрудничать с разными людьми в сфере музыкального бизнеса, пробы изучаем, но мы достаточно уже взрослая команда у нас, умеешь просто сказать к слову, да, мы 7 лет отмечаем только какая-то формация, какая-то группа, но в музыкальной деле мы каждый можем уже сказать за 15 лет деятельности, поэтому, естественно, мы очень взвешенно подходим к всему, всему, что касается музыкального бизнеса, все остальное. С удовольствием, если завтра вот реально будет возможность уже в нашем радио, мы с удовольствием готовы к тому, чтобы наш трек там крутился. То есть, это как бы абсолютно трезвый подход. Ну, на радио были у Семёна Чайки свое радио. На своем радио мы были, да. Мы играли очень душевно и до сих пор самые приятные впечатления об этом. Ну, что лучше? Собрать полную стадию выбора людей непонимающих и вот такой же, опять же, небольшой зал, как сегодня, но думающих нормальные. Я не могу, это было бы очень опрометчиво так заявить о том, что можно собрать полную стадию непонимающих. Я бы, наверное, сказал так, что лучше, лучше, когда у тебя... Вы выбираете музыку, которая продается. Вы поймите, публику не обмануть. Очень долго нельзя плохой продукт, его в протации, в продажу он не пойдет. Человека не обмануть. Если есть хорошая музыка, если у музыки есть душа, и у нее есть тело, эта музыка будет жить. Если у нее только тело, нет души, она долго это существовать не станет. Но это городский про тех людей, которые пришли на вас сегодня. Но есть же разный контингент людей. Вы знаете, Линкен-Парк это тоже музыка с душой и телом. Само собой. Поэтому и я скажу, что эти стадионы, которые приходили и слушали Линкен-Парк, они также имеют душу и тело. Яна Турн. Дальше продолжается. Но дальше не есть. Сегодня. Мы отыграли два концерта Москвы. Мы вернемся ненадолго домой. Потом у нас будет Ростов-на-Дону. Затем мы отмечаем как раз таки семилетия группы Сержанка-Трус-Парк в Краснодаре Новороссийск. Потом у нас идет Крым. Потом мы играем три концерта в Крыму. И у нас еще получается в декабре планируется Ставрополь концерт и так в Краснодар по получению концерт. И, наверное, мы сделаем небольшую паузу, чтобы перевести дух. Ну и напоследок отзывы о сегодняшнем концерте в вашей публике. Что бы хотели сказать? Что пожелать? Мы хотели бы сказать нашей публике огромный респект, потому что это было очень круто. Это такая вот заключительная часть нашего такого, ну, кусочка, большого кусочка тура. И это было очень круто. Мы все вместе оторвались, хорошенько покричали, попрыгали. как бы ребята пели наши песни, мы пели наши песни, все пели наши песни, мы пели чужие песни. Вообще, было очень здорово и мы, наверное, еще вернемся и обязательно повторим. Слушайте хорошую музыку. Все. Всем пока.